Храм Веры, Надежды, Любови и Матери их Софии находится на Донской. Праздничное богослужение сегодня здесь провели сразу несколько настоятелей из разных храмов города. Именно так священники отмечают все престольные праздники, или, как говорят сами, Малую Пасху. Дни памяти святых мучеников подчеркивают сами прихожане в церковном календаре десятки, но вот этот для многих один из важных. София со своими дочерьми – один из самых ярких образцов мученичества. Мученичество, или от греческого «мартириос» – это свидетели. Свидетели – это те, которые засвидетельствовали в веру Христову, что Христос – истинный Бог наш. И мученики первых трех веков от Рождества Христова, они как раз-таки именно и свидетельствуют о том, об истинности нашей веры – веры православной, веры христианской. Веру, надежду и любовь, носивших имена трех главных христианских добродетелей, София, будучи глубоко верующей, воспитала в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам, говорится в священных писаниях. Римский же император Адриан решил пытками заставить непокорную семью отречься от своей веры. Сестры-христианки не изменили своим убеждением, и детей предали различным пыткам. Софию же обрекли на еще более сильные, душевные мучения. Такой кончиной они продемонстрировали огромную силу духа и бесконечное мужество. Старшей Вере было 12 лет, второй надежде 10, а младшей любови лишь 9 лет. Я желаю, чтобы все мамы воспитывали, были похожи, взяли пример Софии и воспитывали своих деток в православии, так как она смогла воспитать веру, надежду, любовь. Считается, что к мученицам следует обращаться с молитвой о подростках и о любви между родителями и детьми. Но, как говорят сами верующие, просят они о более глобальных вещах. Я прошу за родных, за себя, за свою Донецкую область, откуда я приехала, за детей, которые на соблуждении находятся, и за всех православных, и кто помогает, кто молится, и за эту прекрасную страну. Кстати, раньше, 30 сентября, день поминовения святых мучениц веры, надежды, любови и матери их Софии соответствовал современному празднику, женскому дню. Сегодня же это своеобразный день почитания материнской мудрости. Ольга Десятого, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.